Добрый вечер! Время новостей на 31 канале. В студии Информбюро Полина Булава. И смотрите сегодня. Сбор с путешественников. Налог на проживание вводят в Турции в новом году. Насколько подорожают туры в эту страну? Мы, как турфирмы, скорее всего, включим данный налог стоимость путевок. Кого конкретно коснется налог? Берегись автомобиля. Количество аварий критически растет в Казахстане. Почему все больше детей и подростков погибают в ДТП? Да, это их ребенок, но они должны знать, что их ребенок защищен законодательный публик Казахстан. И какие нарушения становятся причиной трагедии? Нет условий. Почему в одной из карагандинских школ всего один санузел на всех учеников? О чем переживают родители? Капитального ремонта 65 лет не было. Ну, это аварийная школа. И когда решат эту проблему? Президент нашей республики Касамжомарт Токаев сегодня выступил с инициативой о создании экспертной площадки по урегулированию вопросов границ стран СНГ. Своё предложение он озвучил на саммите «Центральная Азия-Россия», где на одной площадке встретились президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Касамжомарт Токаев отметил важность устранения торговых барьеров в регионе. Особый акцент, по мнению главы государства, следует сделать на мерах поддержки малого, среднего бизнеса и запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере и сельском хозяйстве. Глава Казахстана отметил возрастающую значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. Он подчеркнул, что неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи региона. В этой связи президент Казахстана предложил поручить аппаратам Советов безопасности стран-участниц внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер и активнее проводить разъяснительную работу. Кроме того, Касамжомарт Токаев призвал решать вопросы границ исключительно мирным путем. Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона. Решение вопрос границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и, конечно же, усталого ООН. Отдых в Турции для казахстанцев подорожает. Специальный налог хотят ввести в этой стране для всех туристов уже в новом году. Сбор будет равняться 2% от стоимости указанных услуг, будь то проживание в отелях, курортных комплексах, гостевых домах и иных объектах размещения. Илья Аман Раимбеков расскажет подробнее. Налог на проживание Турецкая Республика планировала ввести еще в 2019 году. Однако власти откладывали решения по ряду причин, среди которых и пандемия коронавируса. Сейчас документ все еще на стадии разработки. Пока не ясно, как будет проводиться сбор и кого именно коснется налог. Казахстанский предприниматель Рашид Изима ввозит товары из Турции и пока не знает, придется ли ему платить новый сбор. Туризм в Турции достиг до пандемийного уровня. Быстрые темпы экономического восстановления стали основным критерием для введения налога для туристов. Как говорят эксперты, двухпроцентный налог не станет тяжким бременем для любителей роскошного отдыха. «Мы, как турфирмы, скорее всего, включим данный налог в стоимость путевок. Благо, сумма налога несущественная. А вот тем, кто планирует отдыхать без путевок, скорее всего, придется выплачивать 2% от совершенных сделок по приезду». Согласно статистике, за календарный год туристические путевки в Турцию подорожали на 11%. Рост связан с мировой инфляцией, говорят эксперты. За год число погибших на дорогах в Казахстане увеличилось на 17%. Аварии унесли жизни 1200 человек. Чаще почти на треть в дорожно-транспортных происшествиях стали гибнуть дети и подростки. За 7 месяцев 113 погибших. Специалисты обеспокоены ростом смертельных случаев с участием несовершеннолетних. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Аварийность на дорогах Казахстана растет. Так, с начала года произошло почти 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Еще ужасающей выглядит статистика смертности. В ДТП за 7 месяцев этого года погибли 1200 человек, что на 17% больше прошлогоднего показателя. Большую часть погибших в авариях составляют мужчины, меньше женщины. Но специалистов больше пугает, что в ДТП стали чаще гибнуть дети и подростки. 113 погибших в авариях на дорогах страны в этом году были несовершеннолетними. Это почти на треть больше, чем за январь-июль прошлого года. Только сегодня в Алматинской области в ДТП попал автомобиль, в котором находились 10 человек, 6 из которых дети. Четверо из них скончались. По словам представителей Министерства внутренних дел, главными причинами дорожно-транспортных происшествий чаще всего становится банальная невнимательность и желание проехать побыстрее, в том числе на запрещающий сигнал светофора. Основные причины ДТП это выезд на встречную полосу, несоблюдение элементарных правил дорожного движения, несоблюдение скоростного режима, в том числе выезд на красный, проезд на красный свет сигнала, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил маневрирования. Если взрослые хоть как-то могут защитить себя ремнем и подушками безопасности, то для детей они во время ДТП могут стать смертельными. Именно поэтому по правилам дорожного движения перевозить несовершеннолетних до 12 лет необходимо в автокреслах или специальных автомобильных бустерах. Родителей же, которые перевозят детей без этих предметов, давно пора наказывать по статьям Уголовного кодекса, говорит директор Ассоциации безопасного дорожного движения. Ведь они не задумываются о здоровье своих чад и буквально оставляют их в опасности. А минимальное наказание по этой статье – штраф в 100 МРП, чуть больше 300 тысяч тенге. Максимальное – реальный тюремный срок. Использование специальных удерживающих устройств для перевозки детей в автомобилях снижает число летальных исходов при ДТП на 50%. Но выявить правонарушение сложно. Чаще всего детей возят на задних сиденьях. И сотрудникам полиции попросту не видно, сидит ли ребенок в автокресле или бустере. Также специалисты просят не пренебрегать правилами дорожного движения. Анастасия Новикова, Даранов Диев, Абзал Туребеков, Информбюро Шемкент. Так называемые письма счастья от дорожной полиции обрушились на карагандинских автолюбителей. В последние дни многие стали получать административные штрафы за превышение скорости. Однако проверить протокол через ЕГОФ или другие мобильные приложения теперь невозможно. Что произошло, выясняла Людмила Батюшкина. Карагандинка Мадина Албакирова получила сразу три штрафа за превышение скорости. Она возмущена и тем, что не может проверить их подлинность, как раньше, через приложение. Были немножко в таком шоке. И приходится еще нам ехать и разбираться. Это регресс. Мы идем назад. Идем снова по конторам. Стучаться нужно будет в двери чьи-то. Писать, тратить время, опять же. И я думаю, что мы не одни такие, кто получил такие странные штрафы. Наверное, у нас будет очередь. До недавнего времени автомобилист мог на портале или в мобильных приложениях открыть административный протокол и проверить место, время нарушения, убедиться, что камера скоростемеры зафиксировала именно его автомобиль. Теперь, чтобы выяснить, насколько штрафы правомерны, гражданину нужно лично ехать в управление полиции. Автообщественники говорят, что постоянно получают сотни жалоб от водителей. Казахстанская цифровизация в системе МВД идет, мягко говоря, некачественно, считают они. В системе постоянно какие-то сбои, какие-то переподключения. Водитель, который не знает о своих правонарушениях, попадает под статью у госорганов как злостный неплательщик. И возникает вопрос еще, когда и каким образом, или вообще ли проходила та или иная камера, которая установлена на городской улице, техническую поверку. В Министерстве внутренних дел на наши вопросы не ответили. Перенаправили в Комитет правовой статистики Генпрокуратуры. Оттуда назад в МВД. В Карагандинском управлении административной полиции многочисленные штрафы объяснили техническим сбоем. Уведомления хранились на сервере. То есть не отправлялись? Не отправлялись, так как эти уведомления обрабатывались вручную до настоящего момента. Со вчерашнего времени запущено автоподписание данных предписаний. То есть это подписывается автоматически программой. Именно касательно тех предписаний по превышению скоростного режима. Поэтому граждане сейчас и получают уведомления за нарушения, которые совершили ранее, 10 и даже 20 дней назад. Но задержка не освобождает от ответственности. 7 дней на уплату 50% штрафа дается водителю с момента получения СМС-сообщения на телефон. Протоколы о нарушении действительно не загружаются сейчас на портал «Егов Кейзет» и остальные мобильные приложения, подтвердили в управлении полиции. Всем, кто не согласен с выставленными штрафами и по остальным спорным вопросам, стражи порядка просят обращаться к ним в ведомство. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорум-бюро, Карагандинская область. Правительство Казахстана утвердило новые размеры стипендий студентов, получающих высшее образование. Выплаты стали выше, но хватает ли этих денег на месяц, мы решили выяснить у самих учащихся. В месяц можно джинсы купить, еще остальное. На продукты долг беру, закрываю. Нормально все. Не жалуюсь. Не хватит работы, подработка. Стипендий на мало что хватает, ну, больше, чем на снятие общаги, типа оплачивать на проживание. 3600, на что это хватит, если ты здесь живешь один? Обычно это приходится только тратить на обед. Вот, получается, 4 недели – это каждая неделя, это по 5000 минимум на обед уходит. Часто бывает такое, что у нас она уходит за первые две недели, бывает даже за одну, и потом приходится как-то выживать еще до следующей стипендии. Студентам большинства вузов стипендию подняли на 5000 тенге, учащимся медицинских и педагогических университетов – на 8000, интернам – на 7, магистрантам – на 10 тысяч, докторантам – на 22,5 тысячи. В любом случае, прожить на эти деньги студентам-грантникам без подработки сегодня сложно, а совмещать работу и учебу на дневном отделении получается не у всех. Но все же лучше со стипендии, чем без нее. В Министерстве науки и высшего образования на наш запрос пока не ответили, лишь пояснили, что стипендия – это не средство на жизнь, а мера поощрения студентов. Руководство вузов может увеличить размер стипендии или ввести дополнительные выплаты для самых лучших. В Алматы всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Врачи в поликлиниках перегружены количеством вызовов на дом. Сложная ситуация и у медиков станции скорой медицинской помощи. Диспетчерам колл-центра приходится обрабатывать до 5000 звонков в сутки. В Алматы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в скорую помощь стали обращаться те, кто не смог дозвониться до поликлиники. Таким образом, число вызовов по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 60%. Так, однако, рета не от ложки совершает до 17 вызовов в сутки. В связи с тем, что ОРВИ и заболевания, связанные с верно-задыхательными путями, относятся к четвертой категории срочности, все эти вызова обслуживаются скорой помощью при поликлиниках. Но вызовы на температуру, на ОРВИ, сам пациент должен знать, что первое необходимо сделать. То есть снизить температуру, какие-то физические методы охлаждения, те же самые препараты принять по снижению температуры. Ну и обратиться к участковому врачу непосредственно, если это работает во время работы поликлиника. По данным главного санврача Алматы, за прошедшую неделю было зарегистрировано более 28 тысяч случаев ОРВИ. И этот показатель в три раза больше, чем за прошлый год. Чаще всего болеют дети. По лабораторному мониторингу в городе циркулируют вирусы острых респираторных инфекций, такие как ириновирус, РС-вирус, вирус парагриппа и сезонный коронавирус. Учитывая вирусологические и лабораторные данные Всемирной организации здравоохранения, в целом в предстоящий эпидезон будет циркулировать субтитры типа А, Врачи призывают избегать контакта с больными, носить маски, часто мыть руки и просят своевременно поставить прививку от гриппа. В этом году было закуплено 130 тысяч доз противогрипосной вакцины. На днях поступит еще 80 тысяч доз. Более 30 организаций физлист КНДР попали под санкции Южной Кореи. В черном списке участники военных программ, разработчики оружия и компаний, замешанной в контрабанде полезных ископаемых и нефти. Сеул ввел ограничительные меры в ответ на участившиеся запуски Пхеньяном баллистических ракет. Теперь, чтобы ввести валютные операции с организациями с санкционного списка, требуется разрешение Нацбанка Южной Кореи. Новые ограничения против северных соседей Южная Корея вводит впервые за пять лет. С конца сентября Пхеньян проводит регулярные запуски баллистических ракет. КНДР называет это контрмерами в ответ на военные учения Южной Кореи и США. В ночь на пятницу очередная ракета малой дальности была выпущена из района Суннан в Пхеньяне в сторону Японского моря. А у южнокорейских границ поднялись в воздух боевые самолеты. Тем временем японские спецслужбы опасаются, что северокорейские военные ведут подготовку к ядерным испытаниям. Военные Южной Кореи в сотрудничестве с США усиливают позиции вдоль сухопутных и морских границ. Продолжаем информбюро. На состояние единственной школы в поселке Курьяновский в Караганде пожаловались родители. В учебном заведении всего одна уборная и многие дети не успевают отстоять очередь. Почему, несмотря на поручения министра просвещения, в некоторых учебных заведениях все еще не решены вопросы с туалетами, узнавала Людмила Батюшкина. В этой школе поселка Курьяновский обучается 230 учеников, но многие хотели бы перевестись в другие учебные заведения. Родители жалуются на плохое питание, холод и проблемы с уборной. Всю жизнь мы в этой школе мерзли, всю жизнь мы в перчатках сидим, всю жизнь наши дети с соплями зимой ходят. Один туалет на всю школу, на первом этаже, один. Туда ходят и взрослые, и маленькие, маленькие боятся детей. Взрослые там их шугают, я зайду там, эти писаются, кто-то домой обоссанный приходит, это нормально? Туалет только на первом этаже, это вообще плохо. У нас дети пятый класс на третьем этаже, и чтобы спустить, естественно, время, и лестница узкая, там детей много, и вот это очень много неудобств. Туалет действительно единственный на первом этаже. Между помещениями для мальчиков и девочек только перегородка, которая не достает до потолка. По нормам Санпина в школе должны быть уборные на каждом этаже. По одному унитазу на каждых 20 девочек и 30 мальчиков. Аварии у нас не было, с претензией тоже не согласна. Туалет один, да, у нас всего 230 детей, это две смены. Да, для такого количества детей, я думаю, что туалета достаточно. В школе как бы достаточно тепло. Ну, в определенных кабинетах, может быть, есть как бы прохладно, но не скажу до того, чтобы дети сидели в перчатках. В школе туалет «Септик», так как канализации в поселке нет. У санэпидстанции вопросов к учебному заведению нет, заверили педагоги. В школе 65 лет и капитального ремонта не было, но текущий, говорят, делали. Это одна из старейших школ, но касательно ремонтов, здесь в 2020 году производился ремонт перекрытия, полностью кровлю заменили, третий этаж полностью, штукатурку произвели, потолок сделали, полы поменяли. Как в кабинетах, так в коридорах, спортивный зал тоже на третьем этаже располагается, его тоже сделали. В поселке Курьяновский в принципе коммунальная разруха. По всей округе нет ни одного фонаря, нет тротуаров, дети идут в школу через руины и даже пешеходный переход уходит в речку. Взрослые не отпускают детей одних в школу и вынуждены провожать их, так как даже после многочисленных жалоб заброшенные строения просто развалили. Руководство лично ходило на прием к Акиму района и тот пообещал сделать хотя бы локальное освещение вокруг школы. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Жидкости для вейпов теперь попадают под акцизы. В стране вступил в силу национальный стандарт, регламентирующий эту категорию товара. Общественники надеются, что это позволит добиться снижения употребления вейпов молодежью и особенно подростками. Что, во-первых, принят национальный стандарт, не обязательный для вейпов. Это первое, не технический регламент, а стандарт. И второе, поменяли в рамках пяти стран, то есть поменяли код ввоза, и сейчас это никотиносодержащая продукция. То есть, соответственно, она должна обязательно облагаться акцизами, то есть она будет дороже, менее доступна, скажем так. Естественно, она не должна продаваться лицам младше 21 года, то есть за это предусмотрена административная ответственность. Выкладка должна быть соответствующая, точно так же, как другие никотиносодержащие или табачные изделия, в которых тоже в табаке есть никотин. Электронные сигареты и одноразовые вейпы можно найти в каждом магазине, в табачных ларьках и в интернете. А стоят они от 2,5 тысяч тенге. Яркий дизайн, огромный ассортимент сладких ароматов все больше вызывает интерес у подростков. И далеко не все родители замечают их увлечения, так как вейпы не имеют резкого запаха табака. Экспертами доказано, что содержание никотина в электронных сигаретах в 2,5 раз превышает текущий стандарт. У нас уже просто тотальная повальная эпидемия, когда почти каждый ребенок однозначно попробовал. А 15% это официально, значит официально уже до 30%. Мы спокойно можем умножать эту цифру на 2, на 2,5, может быть даже 3 раза. Вот получается минимум 25-30% уже являются постоянными потребителями данной страшной продукции. Продлеваем лето. Такую акцию запустила компания Coca-Cola при поддержке партнеров Burger King и ForteBank. Первые победители уже получили свои призы. Условия акции просты и понятны. Жамал Габдулина встретилась с миллионерами. Вот они, обладатели главных призов. А акции продлеваем лето. 13 недель казахстанцы испытывали свою удачу каждый день. Уже 62 человека выиграли ваучер Forte Market на сумму в 1 миллион тенге. А миллион счастливчиков получили бонусы Forte Market. 10 тысяч не упустили свой шанс попробовать комбо-меню от Burger King. Это действительно реально. Верьте и участвуйте. Я от всей души желаю всем удачи. Активируйте коды под специальными серебристыми крышками больших упаковок Coca-Cola, Fanta или Sprite на сайте extrazone.com или через чат-бот по номеру plus 7 700 739 98 41. Становитесь миллионерами. У меня выигрыш главный приз ваучер от Forte Market. До 31 октября у вас еще есть время участвовать в акции «Продлеваем лето» от компании Coca-Cola и ее партнеров Forte Bank и Burger King. Торопитесь, может быть именно вам улыбнется удача. Жамал Габдулина, Рената Булхаиров и Информбюро Алма-Ата. Субтитры создавал DimaTorzok